Юля, расскажи немножко о себе, с чего ты вдруг решила посвятить свою жизнь биатлону? Как это произошло? Вот расскажи немножко. На самом деле, на СБР как-то был конкурс, там как раз тема была «Мой первый биатлон». Вот, и я тоже задумалась об этом вопросе, и я не смогла вспомнить свой первый биатлон. Мне кажется, вот я, ну я там так и писала, что я его, наверное, с горшка смотрю. Ну как так завелось, папа смотрел, и я вот тоже начала смотреть, всегда очень нравилось. Ну вот, и потом, появился временем, когда выросла, появилась возможность ездить на какие-то соревнования. Понятно. Вот, понятно, что не можешь вспомнить время, с которого начинала болеть. Хорошо. Первые биатлонисты, которые вот стали самыми суперскими для себя, вот, может быть, в детстве или когда-то вот. Первые биатлонисты. Я очень любила Свена Фишера. Всегда болела за него. Ну, это, ну, может, и не первый. В Зване Гучерезово всегда. Когда он еще ничего не показывал, всегда был в конце протокола, всегда переживал. Ну, это может, потому что Ваня Сыжевская, поэтому, ну, просто обаятельный человек. Здорово. Ты сейчас работаешь, получается, профессионально и можешь гонять? Или ты все-таки за свои деньги как-то... Нет, я не работаю. Просто можно назвать меня волонтером. Как-то так. И я, да, на свои деньги я еще люблю это. А сама где работаешь? Я работаю в банке. Совсем не связана со спортом, профессией. То есть, получается, берешь отпуска, берешь выходные? В отпуск. Я думаю, как у меня на работе смеются, говорят, что, ну, в основном все ездят в отпуск летом, там, на моря. А у Юльки, говорят, отпуска всегда зимой. Понятно. Вот, тем более, раз ты такой человек, знаешь, там, с детства и живешь в биатлонном месте, в Ужевске. Скажи, пожалуйста, вот твой взгляд на летний биатлон, просто что такое летний биатлон в твоем понимании? Ну, летний биатлон, тоже ведь спорт определенный. Мне нравится. Вот для нас, в болельщиках, сезон заканчивается, ну, где-то там в марте, да, и вот съездить на летний биатлон, даже по телевизору посмотреть, если бывает такая возможность, это вот снова там увидеть любимых спортсменов, переживать, посмотреть, ну, какое у них сейчас состояние, как они там готовы. Все равно, хотя они, конечно, говорят, что там, ну, результаты, которые они показывают на летний биатлон, они о чем не говорят, что у него все по-другому, но все равно, мне кажется, видно, как готовятся. Вот, кстати, да, я со специалистами, со многими разговаривал, говорю, разница стрельбы, разница хода, разница в правилах, разница в чем-то, они говорят, ну, единственная разница, это вот, да, нет снега, и вместо лыж это роллеры. Все остальное, в принципе, одно и то же, в принципе, правила везде одинаковые, тогда, как тебе кажется, а вот почему многие страны, которые, ну, как бы, которые сильные биатлонные страны, они все-таки вот не участвуют в чемпионатах мира, в частности норвежцы не приняли участие ни в одном роллерном соревновании по летний биатлон. Ну, не знаю, ну, норвежцы, они же очень любят лыжи, вот, может, у них вот именно вот с лыжами вот все связано, то есть, поэтому, как-то роллеры у них не воспринимаются, лыжи, снег, это вот их. Ясно, вот ты приехала на чемпионат мира, и вот вчера видела гонку, твои первые впечатления о гонке, первые впечатления о биатлонном комплексе, о чемпионате мира? Мне очень понравилось, особенно, мне, наверное, больше понравилась первая стефета, сразу, ну, там, чувствовалась какая-то борьба, у взрослых получилось как-то действительно больше, там, открытый чемпионат России, ну, жалко, что многие не участвовали из тех стран, которые здесь не хватает на команду, человек на команду, вот. Ладно, хорошо, по стрельбе, по стрельбе еще, по стрельбе, вот вчера Алексей Волков показал очень высокую скорость стрельбы, как тебе показалось, он сможет такую же стрельбу показывать зимой? Ну, я почти в этом уверена, Алексей у нас всегда отличался, хороший стрельбой, я думаю, никто не сомневается в этом плане. Расскажи немножко о своем любимом биатлонисте Ване Черезе. Ты сюда ехала, не знаю, вот в Уфу, может быть, с какой-то мыслью, все-таки он здесь ломал ногу, в прошлом году пропустил сезон, не было какой-то такой ревности, что вот, гады там. Да нет, я в Устье ела, тем более, Ваня же говорила, что, как бы, это он сам виноват, так вышла. Когда еще не было составов, кто поедет на чемпионат мира, я думаю, ну, Ваня, наверное, точно сюда не отправит, там даже если его, он будет, ну, выиграть там все отборы, потому что, думаю, ну, как-то снова на эту трассу, ну, лучше в Устье поедет в Чайковске на летний чемпионат России, вот, а я съезжу туда на него посмотреть. Твое отношение к кроссовому биатлону, то есть, вот сейчас идут разговоры о запрещении кроссового биатлона, о том, что они обеи больше не будут проводить кроссовый биатлон. Твой взгляд? Ну, вот я сама лично была, на самом деле, только один раз на кроссовом биатлоне в этом году в Ужаске. Мне понравилось. Тоже интересно смотреть, там тоже ребята выкладываются, и очень жалко будет, если этих соревнований не будет, потому что, ну, есть такие люди, которые специализируются вот именно на нем. Как-то представлять их в соревнованиях, если людям это интересно в спортивном.